В комнате для гостей Дворца Независимости руководитель Минобра Игорь Карпенко, вице-премьер Александр Суботин и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Даже маститые журналисты президентского пола терялись в кадровых догадках. За плечами каждого руководителя весомый багаж управленческого опыта они постепенно поднимались по карьерной лестнице. Но пришло время первоклассные кадры рассмотреть в другом ракурсе. Кадровый понедельник сегодня глава государства провел назначение, пожалуй, не на самые легкие должности. Для государственников и профессионалов своего дела это не поощрение. Скорее наоборот, новый груз серьезной ответственности. В советское время достаточно было краткой и емкой характеристики. Настоящий коммунист. В современном прочтении это звучит как настоящий государственник. Отличник образования Беларуси награжден медалью за трудовые заслуги и даже ордена почета. Само собой, разумеется, грамотами. В парламентарии заместитель градоначальника министр. В преддверии исторического выбора из образовательного штаба уходит на передовую. Действительно передовую. И по напряженности работы, и по исходу нахождения в должности. Сейчас время настолько спрессовано, что не то что неверных, не точных шагов быть не должно. Вы это понимаете не хуже меня, поскольку сами находятся в верхнем эшелоне власти. Что касается Центральной избирательной комиссии, ну, во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую конституцию изменения, скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть Народная веча еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, приведения его. Вы, человек опытный и в горе с полкома работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательные органы власти, парламент и советы. Ну и, естественно, выборы президента. Поэтому и практически из огня до вполыми вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит конституцию. Это для того, чтобы избирательный процесс делается в конституции, изменение для того, чтобы избирательный процесс был более независимым. И чтобы у людей не было какого-то сомнения, что исполнительная власть, глава государства будет давить на избирательный процесс. В должности министра Игоря Карпенко кто-то боготворил, кто-то на него постоянно кляузы строчил. Вернее, обращение. Именно Карпенко, испорченную западными смыслами образовательную сферу, приводил патриотическое чувство. За это и доставалось. Даже сегодня интернет бурлит. А то ли еще будет на посту председателя ЦИК. Приведу лишь одну цитату из соцсетей. Сфера образования затрагивает почти каждого жителя страны. Поэтому всем не угодишь. А он делал то, что надо. Уж я точно знаю это. Я, в общем-то, с избирательным процессом знаком не понаслышке. Мне в свое время приходилось и в шестом году, и в десятом году, и в пятнадцатом году принимать активное участие, правда, в разных качествах в избирательном процессе. Вы психологически готовы к тому, чтобы тоже быть таким же открытым, комментировать? Я не знаю. Может быть, если я вас обидел, находясь в должности министра образования, по-моему, я был достаточно открытым. И, по-моему, возможности были и достучаться, и задать какие-то вопросы. И, по-моему, не обижал я ни один из каналов. И даже некоторым оппозиционным СМИ давал интервью, и очень достаточно большие. Поэтому я, в общем-то, не скрываю то, что мы старались как-то освещать ту деятельность, которая происходила. Ну, а чем здесь будет отличаться работа? Конечно, публичность работы комиссии, она очевидна. Я скажу откровенно, что с Лидией Михайловной мы тоже достаточно тесно сотрудничали, взаимодействовали в рамках избирательных кампаний. Сегодня глава государства назначил и пять членов Центра избиркома. Но впереди еще и согласование в парламенте. А что касается нового назначенного председателя, то главная заслуга Карпенко в предыдущей должности, то, что он наши школы и вузы и сферы оказания услуг стал возвращать в воспитательно-образовательную парадигму. Поэтому останется в истории белорусского образования. Хотя, почему в истории? Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституции, в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю, вы человек опытный. Вы непосредственно участвовали в этих выборах. Знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная работа организаторская. И второе, мы должны не ошибиться с подбором на одну из ключевых должностей в министерстве нового министра образования. Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет. И новый министр, мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. И давайте будем откровенны. Будучи председателем ЦИК, у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это. Анатолий Исаченко без надрывов постепенно поднимался по карьерной лестнице. Приобретая опыт, инженер, руководитель хозяйства, начальник Шкловского райсельхозпрода, председатель Кировского райсполкома, затем замгубернаторства в Могилевской области. Руководя центральным регионом страны, краснеть пред президентом за невыполненные поручения не приходилось. В последнее время крепкий хозяйственник занимался законотворческой деятельностью, а еще был опорой Натальи Качановой. Она его и порекомендовала на новую должность. Теперь на мужских плечах снова целая область. Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа. Ну, куда больше, как в Немогилевской области. Это тоже ваша область. Вы знаете, там кадры лучше, чем я, лучше, чем кто-либо. Мне нравится ваше стратегическое мышление. Я это видел в Минской области. Это ротация кадров. Мы будем рекомендовать Леонид Константиновича Зайца в Совет Республики. Здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности. И тут так совпало, что Анатолий согласился поехать в Могилевскую область. Анатолий Исащенко отвечал еще и за ООНовские цели устойчивого развития Беларуси. И теперь в практическом плане будет добиваться этого в отдельно взятой Могилевской области. На новом посту обещал не забросить свое хобби, активно поститься и вести социальные сети, что не помешает неоторванному от земли руководителю служить стране. Я всегда считал и считаю, что государственная служба должна быть сродни военной службе. И вот именно здесь ключевое слово служба. Мы на службе. И если есть назначение, надо не обдумывать, не раздумывать, а идти и работать на государство. Я думаю, работой в соцсетях, ну, такое несколько словоблудия получается. Но тем не менее. Почему? Потому что, опять же, на мой взгляд, у нас есть одна недоработка или один недостаток, что мы много работаем, мало об этом говорим и мало показываем. Реально в стране делается очень много чего и хорошего. А мы, ну, неким образом считаем это как должно. Вот мы сделали, сделали. Надо показывать то, что умеем делать, то, что можем и то, что мы достигаем. По соседству с классическим управленцем белорусской вертикали будет трудиться и тоже на родной земле, пожалуй, один из самых стильных вице-премьеров. Молодой и уже опытный Александр Суботин курировал самую классическую отрасль АПК. Он приверженец новых технологий, современных методов продаж. Многое удалось. Кандидат биологических наук, профессор с международным опытом работы в Евразийской экономической комиссии теперь будет руководить самой неизбалованной областью страны – Витебской. Вы именно в Витебской области стали известным человеком, ученым человеком, преподавали там. Хорошо, что вот Витебская область, которой вы дали согласие работать, ну, есть где развернуться. Поэтому это ваше родное. А во-вторых, те реформы, которые мы, если их можно так назвать, начали в Витебской области чуть больше года назад, вы принимали непосредственно участие в разработке реформирования сельского хозяйства Витебской области. Прежде всего, создание этих интеграционных структур. И мы с вами, как с вице-премьером договаривались о том, что мы серьезно посмотрим, как идут дела Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются вопросы, некоторые вопросы в Витебской области. А решаются они не по всем направлениям, так, как мы мыслили. У Алексея Суботина широкие контакты с регионами России. Не забываем, работал почти в должности министра в ЕАЭК. А теперь будет их привлекать в северный регион. Кстати, на днях назначенный губернатор собирался в командировку в Уфу, но поедет в Витебск. Получается, не зря паковал чемоданы. Невозможно выделить что-то более важное, что-то менее важное. Последние годы показались, что здравоохранение очень важно. Последний год еще ярче показалось, что очень сильно нужно обратить внимание на образование, на идеологию. Село, конечно, достаточно важное и большие объемы экспорта дает, и нужно накормить людей. Промышленность, ну это, наверное, двигатель всего, не будет промышленности. Село даст хлеб, но на масло уже надо заработать именно с помощью промышленности. Поэтому нет ничего, что-то приоритетное более, а что-то менее. Все важно и все надо развивать. Наказ Алексея Суботина не забывать и об Устье. Недавно президент посещал это хозяйство на Анбеларуси. Здесь наука на практике. Задача номер один – Мьорский металлопрокатный завод. Президент обещал приехать, но до этого глава государства лично представит губернатора в Активу областей. Кстати, своих преемников, в том числе и сами, рекомендовали теперь уже бывшие губернаторы. Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности. Более того, нет партий, руководящих, направляющих, нет компартий, которая брала на себя идеологию кадра и многие вопросы по управлению. Все это сведено на уровень губернатору и председателю горроисполкома. Это делает определяющим вашей должности прежде всего. На любой должности наши управленцы всегда на посту. Ни Леонид Заяц, ни Николай Шереснев, убегать от госслужбы не собираются. Остаются в обойме. Просто даже на проверенные опытные кадры нужно смотреть в разных ракурсах. Евгений Постовой, Сергей Курков, СТВ.